А тем временем в регионе завершилась череда праздников, посвященных Дню Оленя. У Желтого Камня на Кую участвовали ветеранов оленеводства. В честь тружеников тундры устроили праздничный концерт, организовали фотовыставку и открыли новый памятный знак. Моя коллега Валентина Чебичек уверяет, было интересно и познавательно. День Оленя для них не праздник, а возможность передохнуть перед осенним сезоном. В конце августа в оленеводческих хозяйствах начинаются просчеты, и времени отдохнуть уже не будет. Несмотря на возраст и солидный трудовой стаж, многие из ветеранов продолжают работать. Она как бы интересная, но весь тяжелый труд. В основном все физический труд. Трва надо найти где-то. Вот всякой погодой надо ездить. Нелегкие будни и выходные в тундре выдают не только сосредоточенность и молчаливость людей. На фотографиях советского времени хорошо видно, как живут оленеводы. Ванерка. Центр Канинской тундры. А центр Канинской тундры – это значит уже Ома. А это вот Тимонская тундра. В Тимонской тундре соревнований больше фотографий не оказалось. Роза Ивановна Конюкова, организатор выставки, говорит, что жизнь в тундре очень изменилась. И дело не только в техническом оснащении хозяйств. Теперь в стойбище уже не встретишь неграмотного человека. А буквально 10 лет назад в составе летней кочевой школы вместе с учителями ненецкого языка она обучала грамоте жителей общины Ямпто. Они считают сами очень хорошо. Мы их главное научили читать, писать. И на русском языке говорить. Да, и говорить на русском языке. А теперь, встретившись с Ямптофцем, даже не подумаешь, что это недавно плохо разговаривали, не понимающий русский язык. Отлично все разговаривают. Только бы не забыли родной язык, переживают теперь учителя. Сегодня владеют ненецким языком единицы. В помощь изучающим язык на праздники презентовали уникальный сборник. Теперь ознакомиться с уставом округа, с законами об оленеводстве и традиционном празднике Дни Оленя можно на ненецком языке. Такой сборник в скором времени появится в каждом населенном пункте. Это литературный, правильный литературный ненецкий язык, где должны соблюдаться все грамматические формы. И окончания падежные, и порядок слов ненецкого языка особенный. Поэтому это все должно было быть в законах правильно сформулировано. Еще одним сюрпризом на празднике стал необычный памятник – хекур. Такие композиции из камней служили метками в безлесой тундре. Теперь вместе с желтым камнем хекур станет символом ненецкой земли и оберегом для жителей тундры.